Из книги «Открытый моком» третий том, тема «Лапкин книги. Вопрос 987». Сегодня в школе для глухонемых был Михаил Скачков и говорил много лжи, пользуясь тем, что никто, никого из знающих православного учения не было рядом. Говорил, что можно краситься, танцевать, есть молоко в кост, обливить. Нял Лапкина, Игнатий Тихович, все танцы. И вот такие ходят по школам и убивают зародыши добрые в душах людей. Что вы об этом думаете и что делать? Отвечает Игнатий Тихович Лапкин. Да, действительно так все и было. В этой школе произошла какая-то несостыковка. Буквально через день пригласили меня, но пригласила директор, а Скачкова приглашала завуч. Слады таких выступлений страшны. Ничего нет отвратительного. Безобразней тех, кто от имени Христа, от имени Евангелия действует против Христа и против Евангелия. Отец Михаила Скачков ходил и к заключенным и через 23 посещения, в кавычках, крестил 942 зэка. Я там тружусь 10 лет и к окрещению не подготовил еще ни одного. Начальник психдиспансера для зэков Гальперин АА приехал за мной на машине в университет. И мне пришлось выступить в его заведении, провести занятия с сотрудниками. И они пожаловались на Михаила Скачкова, что он всегда приходил к ним выпивши. Они его не видели трезвым ни разу. И почему он такой немытый и грязный? После моего выступления они очень просили не оставлять их. Но у меня есть свои правила. Никогда не и никому не мешать в их работе. Перебивать, путаться под ногами. Я сказала, что этот священник из Попровского собора приезжает к ним давно. Зачем же я буду перебивать то, что уже натянуто? Они буквально возопили все. Нам его не нужно. Он нам неприятен. И то, что говорит он и вы, совсем не похоже одно на другое. Мне стали писать заключенные, ибо я раздал им материалы со своим адресом. Сотрудники звонили и приглашали, но я уже не пошел. Так ли патриархийные лютые волки поступают, приходя в то место, где я уже трудился? Да никогда и не один. Они затопляют все ложе. Там, где пройдут патриархийные священники, 50 лет выжженной в пустыне. Они обещают им царство небесное без возражения, свыше без подвига, лишь бы человек пришел к ним в храм, издал свою наличность и причастился у них. Не о таких ли деятелях, в кавычках, в рясо сказал Христос? Матфея 23, 15. Матфея 24, 15. И не проводя катехизацию, не выполняя оглашенные изыдите, они создали прочное неоязычество, неохристианство. Люди в этом полностью омерщенном состоянии подготовлены патриархией к принятию антихриста, хоть сегодня. Исаида 4, 16. От края земли мы слышим песню «Слава праведному» и сказал я «Беда мне, беда мне, увы мне, злодеи злодействуют и злодействуют злодеи злодейски».